Детское радио представляет Как Веснушка и Кипитоша с Петром Первым познакомились Санкт-Петербург И думал он, отсель грозить мы будем шведу Назло надменному соседу природой здесь нам суждено В Европу прорубить окно Что я слышу, Веснушечка? Ты стихи читаешь? Да, в школе проходим Александр Сергеевич Пушкин – медный всадник Только ты, подруженька, окошко-то наше закрой А то меня того и гляди, сквозняком с плиты-то и сдует Закрываю, закрываю Кипитош, я вот не понимаю А почему Петр Первый решил построить город в месте Где столько воды и постоянно дует ветер? Это ты про Санкт-Петербург? А Пушкин дальше что написал, помнишь? Нет, а что? Ногою твердой стать Приморье Сюда, по новым им волнам Все флаги в гости будут к нам И запируем на просторе И что это значит, Кипитош? А то, что иностранные гости будут запросто По-соседски, так сказать Приплывать морским путем А не трястись неделями по ухабам Дороги-то раньше, знаешь, какие были? О-о-о-очень плохие Так, это я поняла Но тогда непонятно, почему он своему соседу, шведу, грозит Не по-соседски это как-то Со шведами Веснушечка у Петра Первого отношения складывались непросто Полтавская битва, Северная война Да и строительство Санкт-Петербурга началось С одной завоеванной шведской крепости Слушай, так может отправимся в то время и сами посмотрим? Конечно, конечно! Ну, тогда держись за ручку, да полетели Огонь горит, вода кипит К Петру скорее нас неси! Петр Алексеевич, докладываю Шведы сдались Крепость Нейншанс наша Как думаете, Ваше Величество? Не обосноваться ли нам крепко на этом месте? Не построить ли крепость новую, непобедимую? Крепость? Нет, бери выше! Не только крепость, а целый город задумал я построить Но только не здесь, а на острове поблизости Зайчий называется Он к морю ближе и подходы к Неве защищены лучше На реку город я Санкт-Петербург Во славу святого апостола Петра Покровителя моего небесного Я уже и план всего строения нарисовал Вот, погляди Санкт-Петербург Смешно звучит И когда это было? Как сказал Петр, так и сделали 27 мая 1703 года В устье реки Невы На Зайчьем острове Крепость была заложена И именно с этого места и началась история Прекрасного города Санкт-Петербурга А что, до того, как на острове появился Петр Первый Там жили только зайцы? Моя старинная приятельница Умница-сахарница Говорила как-то, что дело не в зайцах А в том, что неправильно перевели название этого места с финского языка Ну, как бы то ни было В истории он остался именно зайчим А я знаю Крепость, которую тогда заложил Петр Первый Теперь называется Петропавловская А еще он придумал традицию Пушки крепости каждый день подают сигнал Полят ровно в полдень И сегодня жители города и его гости слышат этот бабах Все готово, Петр Алексеевич Так что медлить? Поджигай фитиль Знатно, знатно Пусть все знают, что полдень наступил А теперь топоры в руки и за работу Пока крепости нет Постройте-ка мне, молодцы, домик маленький Буду в нем жить Ой, Кипитош, а я же знаю этот домик Видела Да, он сохранился до наших дней И табличку медную видела при входе Там рост царя указан Два метра четыре сантиметра А полетели посмотрим Горяк, огонь, вода, кипит Давай, скорее нас неси Да, вот она табличка И домик А когда Санкт-Петербург столицей стал? Через девять лет В 1712 году И хоть сейчас Санкт-Петербург не столица Но остается одним из самых красивых городов мира Спасибо Петру Первому за это Как Веснушка и Кипитоша С Петром Первым познакомились Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok